Кофе Пожалуй, именно кофе является собой образец истинного напитка для взрослых. Сегодня я предлагаю вам укунуться в теплую и уютную атмосферу кофейни и выпить чашечку кофе. Ваши ответы на вопрос этого теста расскажут, как на вас действует стресс и как вы справляетесь с ним там, где это касается ваших отношений с людьми. Итак, закройте глаза и представляйте. Сегодня один из тех редких дней, когда вам никуда не надо бежать. Поэтому вы решаете посвятить немного времени себе и отправляетесь в свою любимую кофейню. Опишите атмосферу и обстановку выбранного вами заведения. Вы заказываете кофе. Что вы делаете, ожидая, пока вам принесут ваш заказ? И вот, наконец, официант ставит перед вами чашку кофе и вы делаете первый глоток. Каков он на вкус? Горячий он или нет? Ну а теперь ключ к этому тесту. Описанная вами атмосфера – это на самом деле ваша идеальная рабочая обстановка. Кто-то чувствует себя комфортно в оживленной атмосфере, в окружении плотной толпы единомышленников. Другие ценят одиночество и тишину. Впрочем, есть и такие, кому атмосфера как таковая совершенно безразлична. Лишь бы кружка, в которой подает кофе, была безразмерной. То, как вы коротали время в ожидании заказа, указывает на главный источник стресса или беспокойства в вашей жизни. Вы просто сидели и наблюдали за посетителями кофейни? Это говорит о том, что вас слишком волнует, что делают, говорят и думают другие. Расслабьтесь и просто будьте сами собой. Все остальные ведут себя именно так. Если вы вытащили телефон, планшет, припасенный журнал или же просто принялись изучать меню, тогда вам следует хотя бы иногда отрываться от дел. Уделяйте чуть больше времени физической активности. Если вы просто сидели и ждали, сложа руки, то это знак того, что ваша жизнь недостаточно насыщена и вы ищите, чем занять свое время. Вкус и температура вашего воображаемого напитка соотносимы с уровнем стресса, который вы сами себе создаете. Чем больше вам понравился ваш кофе, тем меньше стресса вы привносите в свою жизнь. Если вы решили, что ваш кофе был слабым, чуть теплым, слишком горьким или наоборот обжигающе-горячим, значит вы создаете проблемы на пустом месте. В мечтах можно позволить себе все что угодно. Уж по крайней мере чашечкой вкусного кофе вы вполне могли себя побаловать. Своими результатами не забудьте поделиться в комментариях, мне будет их интересно узнать. Ну а у меня все на сегодня, желаю всем удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok